Сегодня поговорим о проекте, так называемый проект поездки. Сразу скажу, делается он в случае, когда заявитель запрашивает визу B1 туризм плюс деловая поездка и F1 обучение языковым курсам, либо какие-либо программы. Компания, которая отправляет вас в Соединенные Штаты. Это может быть общество с ограниченной ответственностью, это может быть индивидуальный предприниматель, это может быть вообще не зарегистрированная компания, но так называемая группа лиц, которая вас поддерживает. Это может быть любая организационно-правовая форма. Самое главное, что есть что-то, есть кто-то, есть некая организация, которая вас финансирует, которая спонсирует. То есть в компании есть название, компания имеет определенные уставные цели, в компании есть определенный концепт развития, цели. Цель поездки в США. То есть данная компания отправляет вас в Соединенные Штаты для чего-то. Здесь важно указать также на 100% куда вы едете, место, кому вы едете, кто и куда, на какой срок, период, где вы будете останавливаться, какие планируются мероприятия. Ну, самое главное, наверное, да, вот здесь обычно я описываю, почему вы вернетесь обратно. Что вы приобретете в Соединенных Штатах и каким образом вам это поможет? Если мы говорим о деньгах, да, о кредитах, о малых кредитах, о инвесторах, отлично. На экзамене будет вопрос, почему именно США, почему процентная ставка, которая предоставляется вам здесь, неинтересна, невыгодна для вас. А именно это нужно сделать в Соединенных Штатах. Сколько планируется оплата дивидендов годовых, да, то есть под какой процент вам человек будет давать, что это будет банк, либо это будет физический лиц. Здесь раскрывается, в принципе, сущность вашей деловой активности. Если вы не сможете объяснить все то, что указано здесь, то ваша деловая активность не наберет 20%. Соответственно, вы пойдете в посольство неподготовленным, а на одной визовой истории и на других сторонах кейса, собственно, не выйти. То есть это будет отказ, чтобы этого не произошло. Ну и плюс, любой человек стремится развить свое дело, да. Так или иначе, все хотят, чтобы у них был свой бизнес, особенно те, кто едет в США. У нас малый процент людей едут просто работать, кто-то планирует организовать бизнес, действительно хотят развивать бизнес в своей стране, действительно едут к перспективным возможностям получения капитала, привлечениям инвесторов. В США масса инвесторских площадок, стартап-площадок. Легко можно организовать совместное предприятие, было бы только желание. Ну а с вопросом о миграции мы вам поможем, мы занимаемся этим профессионально, можно посмотреть отзывы, мы делаем каждую неделю отзывы, у нас люди получают визы. Всем всего доброго, пока!